МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой разговор с первым лицом на пресс-конференции президента России возможность задать вопрос дагестанцам, к сожалению, не дали. Но тема Дагестана все же прозвучала и в очень неожиданном ключе. Бюджет принят. Парламентарии утвердили главные финансовые документы республики. Искусство наследия умельцы из разных уголков Дагестана продемонстрировали свое мастерство. Здравствуйте! Это «Итоги недели» и я, Джамили Шарькова. Итоговая пресс-конференция главы государства, состоявшаяся на неделе, стала своеобразным завершающим аккордом публичного разговора власти с народом в этом году. И хотя представители дагестанской прессы вопрос задать не смогли, тема Дагестана все-таки обозначилась, причем в неожиданном ракурсе. Путина попросили помиловать Саида Амирова. Вопрос о бывшем мэре Махачкалы был озвучен главным редактором журнала школа, гимназия, лицей Светланой Дробышевой, которая отметила, что по инициативе экс-мэра в свое время был установлен памятник русской учительнице в Махачкале. По утверждению журналистки, именно ее мать стала одним из прототипов собирательного образа героини при возведении монумента. Прошу помиловать того человека, который установил этот памятник в 2006 году. Называется он «Монумент русской учительницы 25 метров». Это Саид Амиров, который сейчас в заключении и по многочисленным данным, что это наговор был. По поводу помилования Амирова, да, такие обращения поступают многократно. Я еще посмотрю на это, но решения суда же есть по этому поводу. И в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны. В общем случае в этом как бы сомнения нет. Вопрос о помиловании носит другой характер, это делается по другим основаниям. Я знаю об этом и мы подумаем. В пресс-конференции приняли участие около двух тысяч журналистов из разных регионов страны и из-за рубежа. Девять из них – представители нашей республики. Конференция продлилась рекордное количество времени – более четырех часов. Своим мнением по итогам пресс-конференции поделились политологи, общественники и экономисты. Все они смотрели онлайн-трансляцию в Национальной библиотеке республики в Махачкале на встрече, организованной Общероссийским народным фронтом. Мне немного смутило то, что все-таки недостаточно было уделено внимания регионам. Звучали только вопросы из Дальнего Востока и Сибири. И забота была как бы об этих регионах. Дагестан, к сожалению, обозначился только проблемой помилования Саида Амирова. Что в тренде того, что у нас условные сроки, люди получают за достаточно серьезные преступления. Мне это немного смутило, что такого рода появляются вопросы. А серьезные вопросы, которые касаются справедливости. Все-таки не хватило на пресс-конференции Владимира Путина? Чего не хватило? Даже не знаю. Вы знаете, мне вот то, что сейчас еще продолжается, эта пресс-конференция, мне нравится то, что достаточно гармонично подобраны вопросы. Я думаю, заранее их, конечно, изучали. И международные вопросы, и проблемы с Украиной, и проблемы внутренние, и разные аспекты. Мне даже сейчас трудно сказать, а что они охватили. Я думаю, что если не вдаваться в детализации тех или иных проблем, то широкий достаточно круг вопросов был посвящен на пресс-конференции президента нашего. Последняя в этом году сессия Народного собрания прошла накануне в Махачкале. Депутаты приняли бюджет республики на 2020 год и ряд законопроектов. В работе сессии принял участие и глава республики Владимир Васильев. Более подробно о работе парламентариев расскажет моя коллега Зумрудгамидова. Около 140 миллиардов рублей бюджет республики на 2020 год. Деньги обещают направить на развитие системы образования, здравоохранения, а также повышение заработной платы. В этом году сумма значительно больше прошлогодней. Этому способствовал рост поступлений налогов. Ну а в новом году налоговых и неналоговых поступлений ожидается более 45 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 24,3%. У нас соотношение собственных доходов к дотациям 41,4%. В 2020 году соотношение собственных доходов к дотациям 43,6%. То есть в объеме дотаций наша доля собственных доходов вырастает. Увеличение налогов, по словам вице-премьера, позволит повысить зарплату учителям и врачам. Кроме того, повысится и минимальный размер оплаты труда, который составит более 12 тысяч рублей. В сферу здравоохранения вложат более 11 миллиардов. Почти 800 миллионов пойдут на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми инвалидами. Вот указанным категориям граждан за два года рост заработной платы составил 19,3%. В целом мы вот всю эту категорию граждан за два года на увеличение этой зарплаты предусмотрели дополнительно 9 миллиардов рублей. Однако среди парламентариев нашлись и те, кто усомнился в эффективности распределения средств. Так депутат Марат Асланов заявил, что в правительстве в минувшие годы не смогли эффективно освоить бюджет. Масса нерешенных проблем, но деньги не расходуются и возвращаются в федеральную казну. Для нас с вами это интересно, для населения Дагестана важны вот эти цифры, которые опубликованы на этом все, в национальных проектах и так далее. Мы красиво все пробежали, сказали об этом, но когда мы смотрим про национальные проекты, освоение этих денег, там нам дали огромную сумму денег. Мы их не освоили. И когда нам дали сейчас под 1-2 миллиарда, мы делаем пляс с Республикой, что вот замечательно. Глава кабинета министров Республики Артем Сдунов не согласился с парламентарием. По его словам, сэкономленные в прошлом году 10 миллиардов рублей успешно освоены и направлены на строительство дорог, обеспечение качественного водоснабжения в районах Республики и другие нужды региона. В прошлом году я поступал с этой же трибуны и рассказывал про эти 10 миллиардов. Никакие деньги никуда не ушли. Если бы в прошлом году навели порядок с ценообразованием на дорогах, в этом году бы наводили порядок с ценообразованием в школах, дошкольных учреждениях и во всех недостроенных объектах. А у нас, на секундочку, заметьте, 2 165 объектов недостроенных. 2,5 миллиарда было сэкономлено не трансом, потому что пересмотрели цены по дороге. Мы на эти деньги смогли больше дорог построить. Мы на эти деньги смогли осуществить программу по водоснабжению наших горных районов. Глава региона, выступая перед депутатами, подчеркнул, что правительством проделана большая работа. Владимир Васильев напомнил, на сегодняшний день значительно уменьшилась доля теневой экономики. Люди стали платить налоги. Мы сумели работать так, как мы заявляем, в интересах рядовых жителей Азербайджана и создавать условия для того, чтобы наша республика не процветала. Но сейчас уже, похоже, появилось самое главное. Появилось доверие, сотрудничество. А это дает уверенность мне во всяком случае, что сегодня законодательная власть, исполнительная власть, общественная организация, общество Дагестан понимают, что делают. Завершая работу сессии, парламентарии заверили, население республики ожидает положительные перемены. Повышение заработной платы, новые рабочие места и решение других насущных проблем. Всего парламентарии рассмотрели порядка 20 вопросов. Молодежь против коррупции студентов республиканских вузов призвали не давать и не брать взятки. Третий молодежный антикоррупционный форум прошел на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства, где рассказали о влиянии этого социального зла на общество в целом и призвали вести совместную работу. Для молодежи главное донести, что это действительно зло, лучше с этим не связываться. Потому что, как правило, это видно и по громким делам не только в Дагестане, но и вообще по России, что наказание все-таки неизбежно. Это и многомиллионные штрафы, это и не один год заключения, это потеря статуса своего, государственных наград и так далее. Дагестан в числе лидеров по количеству объектов-долгостроев. Соответствующая информация размещена на портале мониторинга объектов незавершенного строительства в России, созданном счетной палатой. Их доля в республике более 39% от общего объема. В сообщении отмечается, что в числе недостроев, которые финансируются из бюджетов разного уровня, много школ, университетских кампусов, поликлиник, а также дороги и объекты коммунальной инфраструктуры. В Дагестане создадут центры для выращивания семян сельхозкультур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики. Они будут расположены в Левашинском, Дзербенском и Тарумовском районах. По словам главы ведомства, нужно сделать акцент на зерновые и овощные культуры, так как семеноводство в регионе развито слабо. Все больше внимания уделяется и переработке продукции, что позволяет в разы увеличить доходность. Так, если раньше непереработанный рис дагестанских хозяйств продавали за 8-13 рублей, то с вводом в эксплуатацию рисоперерабатывающих предприятий цена на него доходит уже до 40 рублей. Каждый месяц больше половины дохода дагестанцев тратится на то, чтобы купить продукты, что составляет 53%. Такие данные приводят эксперты агентства Риарейтинг. Специалисты объясняют это религиозными традициями и разницей в количестве детей в российских регионах. При этом в Дагестане стоимость минимального набора продуктов питания составляет почти 4 тысячи рублей. В общем, россияне расходуют на еду в среднем 30% своих доходов. Более 220 врачей поехали работать в села Дагестана. Этого удалось добиться благодаря программе «Земский доктор». Главной мотивацией в этом деле стали выплаты в размере 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. На сегодня реализация программы в регионе успешно завершена. В Минздраве отмечают, что программа «Земский доктор» позволит значительно снизить дефицит медработников в отдаленных районах республики и поднять сельскую медицину на новый уровень. Ювелирные изделия хунзахцев, болхарская керамика и унцикульская насечка. Это и многое другое можно было увидеть на фестивале-форуме «Искусство наследия». Свои навыки в народном ремесле продемонстрировали умельцы из разных уголков Дагестана. Они провели мастер-классы для зрителей, на которых познакомили их с азами творчества. Алина Багилова расскажет о рукотворной красоте. Традиции дагестанской национальной культуры копились веками, многообразии ремесел и направлений. Вековые умельцы смогли сохранить и передать свои промыслы своим последователям. Благодаря подобным выставкам сохраняется история, приумножая творческие способности и национальный дух времени. Этот форум объединяет людей, носителей культуры. Сегодня начался первый день, в котором показали себя люди, которые занимаются и по-настоящему являются носителями национальной культуры. Также концерт участников народных коллективов республики с разных районов и городов и мастера. Одни из известных мастеров, которых знают в республике, которые занимаются не просто ремеслами, но они еще и очень много работают по развитию преемственности. Свои навыки продемонстрировали умельцы из разных уголков Дагестана. Они провели мастер-классы для зрителей. Искусство болхарской керамики. Онсукульская орнаментальная насечка металлом по дереву. Ювелирное изделие Хунзахского района. Традиционное плетение кумыгского платка Тастара. Промыслы презентует представитель каждого народа. Кроме прочего, на выставке можно увидеть изготовление кукол из глины. Первоначально я шила просто костюмы простым куклам, национальные костюмы. Меня их лица смущали, поэтому я решила образы наших дагестанских черты, характерные и более характерные куклы создать. Это тоже бабушка Бахо, а это ее сестра. Я из фотографии эти лица лепила. Знаменитая берега дагестанской культуры – кайтакская выживка с разнообразными орнаментами. Кайтакская вышивка, она уникальна, она служит оберегом. Каждый знак – это символы, знаки. Они обереги, они для дома вышиваются. Вышиваются для мужчин, которые дарятся всадники. У нас очень много, которые обучаются, уже более 350 человек, которых мы научили в нашем районе. Традиционные мотивы, вокальные танцевальные номера, красочные фольклорные костюмы – все это наполнило залом многообразием национальной культуры. Алина Багила, Мусас Валгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Семь мира дагестанцев заняли призовые места на Всероссийской Олимпиаде по исламским дисциплинам и арабскому языку. Мероприятие проходило в Казани. Участие в нем приняли 60 лучших студентов исламских учебных заведений из разных регионов страны. Подробности узнавал Хамза Нурмагомедов. Шамилю Ахмедханову 21 год. Родом из Ботляхского района. Учится в Дагестанском исламском университете на последнем, шестом курсе. На Олимпиаду поехал проверить свои знания арабского языка. Тяга к его изучению у него появилась еще в детстве. Я начал изучать арабский язык. Начал с морфологии. И это вызвало интерес у меня к арабскому языку и к исламским наукам. И после школы я выбрал именно Дагестанский исламский университет. К соревнованию Шамиль готовился три недели. Самым тяжелым, признается, было написать сочинение. На выбор давали две темы – история становления родного вуза и пути изучения арабского языка. Жюри поставили дагестанцу самую высокую оценку. Во-первых, это, конечно, милость Всевышнего Аллаха. Это результат работы наших преподавателей. Олимпиада проводилась по трем номинациям – основы ислама, исламское право и арабский язык. И во всех из них победителем или призером становился представитель Дагестана. Нам удалось показать то, ради чего вложили усилия наши муалимы. И за это безграничная ухала Аллаху. На родине с ними встретился муфти республики шейх Ахмад Афанди. Он поздравил их с победой и озвучил надежду, что Дагестан в скором времени будет ассоциироваться не только с именитыми спортсменами, но и с выдающимися учёными. Я думаю, вот это то, что вы сейчас заняли, эти первые шаги, которые мы делаем в этом направлении, и, надеюсь, нам долго не придётся ждать. В скором времени, иншаллах, по всему миру, сейчас мы в России принимаем участие, а в последующем, иншаллах, в других странах тоже будем принимать участие. По окончании учёбы ребята намерены поступить в аспирантуру и продолжить углубленное изучение арабского языка и исламских наук. Избавить от рака кожи за один день в отделении хирургии и онкологии Республиканской клинической больницы впервые применили новое средство лечения в рамках Дня открытых дверей. Пациенты с диагнозом рак кожи получили высококвалифицированную помощь специалистов с применением фотодинамической процедуры. О новшествах медицины расскажут мои коллеги. В течение многих лет рак по всему миру занимает первые места в структуре онкологической заболеваемости и смертности. Ежегодно в Дагестане регистрируют более 5000 человек с подобным диагнозом. Лидирующим среди злокачественных новообразований является рак кожи. Современную методику по его лечению, фотодинамическую терапию внедрили в Республиканской больнице. Чрезвычайно эффективен этот метод при лечении каких-то неоплазий или предраковых состояний, или в самом начале заболевания рака шейки матки, вообще в гинекологических, при раке органов малого таза. Также имеется очень хороший эффект при лечении рака желудка, начальной стадии рака желудка. Но при этом всегда нужно понимать, что фотодинамическую терапию нужно рассматривать как вспомогательную терапию. Редко когда она является окончательным и самостоятельным единственным методом лечения рака. Вот именно при раке кожи как раз это тот самый случай, когда фотодинамическая терапия является самостоятельным методом лечения этого заболевания. По словам специалистов, сама процедура абсолютно безболезненная. Терапия проводится в два этапа. Сначала в организм внутривенно вводится вещество, которое в течение двух часов накапливается в опухолях гораздо в большем количестве, чем в здоровой ткани. После чего новообразование облучается лазером. В результате фотохимической реакции раковые клетки погибают. Преимущество терапии в том, что лазеры разрушают исключительно злокачественные новообразования, не затрагивая здоровые клетки. После лечения на коже не остаются шрамы и рубцы. Такой метод прекрасно справляется с опухолями, расположенными в труднодоступных зонах. Спокойно лежите, расслабьтесь, расслабьтесь. Кулаки не надо, спокойно. Например, в ушных раковинах, на крыльях носа и в уголках глаз, как у данной пациентки. В интернете посмотрела этот метод, прочитала, проконсультировала с врачом в Москве, который лечащим. Он одобрил, сказал, хороший метод. Думаю, хуже не будет. Фотодинамическая диагностика позволяет в том числе и диагностировать, рак это или нет. Вот в чем ценность этой методики. Нет необходимости брать биопсию в некоторых случаях. Сейчас самое благодатное время, дни короткие, под солнцем, и мы же не летом этим занимаем. Когда в онкологии влавствовал скальпель, она уходит и приходят не менее эффективные, альтернативные методы, когда людей можно избавить от каких-то хирургических манипуляций. Алина Багила, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. В 140 километрах от столицы Дагестана расположен город Кизляр. У россиян он ассоциируется с концерном Кэмс и знаменитыми клинками, которые изготавливают в этом городе мастеров. Но о кизлярцах знают и как о выдающихся спортсменах. В гостях у Аллахвердира Мазанова из Кизляра, первого в России чемпиона мира по версии организации One Championship, побывал мой коллега Камиль Девятов. Чай, душа, сладости. Завтрак чемпиона по традиции готовит мама. Она знает, что любит ее сын и как он скучает по домашней еде, находясь далеко от родного Дагестана. Для домочадцев приезд Аллахверди всегда большой праздник. Даже приезд домой уже победа для нас, уже радость, уже облегчение такое, что он вернулся, жив, здоров. Аллахвердира Мазанов обычный кизлярский парень. С детства начал заниматься спортом, выбрал суровый тайский бокс. Он был слабый, худой, маленький, за него переживали, его папу все время витамины надо, ему витамины, покупали витамины, чтобы он рос. И вот так как-то он, честно сказать, на такой вид спорта мы не хотели его отдавать, но он как-то вырвался туда и все. В скором времени пошли первые результаты и громкие победы. Я боксировал на 33 килограмма в Хаса-Юрте. Это была моя первая золотая медаль и первый мой кубок. И я его очень так вспоминаю теплом. Короче, это вот моя первая награда. Останавливаться на достигнутом воспитанник Ибрагима Хедирова не стал. Продолжил свой путь в профессионалах. В одном из интервью нашему телеканалу кизлярский спортсмен рассказал, что его цель и мечта – пояс чемпиона мира, организация World Championship. Насколько ты приблизился к своей цели, к своей мечте? К мечте. Ну, мечта такая вещь, что, например, два-три года назад я даже не думал, что на телеканале буду сидеть. И я уверен, что у меня сейчас цель – стать чемпионом этой организации. Иншалла, добьюсь этой цели и дальше уже пойдут другие цели, мечты. Ровно через полтора месяца после нашей беседы россиянину выпал шанс биться за титул с представителем китайской школы кикбоксинга. Бой был тяжелым и первым пятираундовым поединком в карьере дагестанского спортсмена. Я знал, да, что я устану в бою, потому что все равно опыта нет в пятираунду. Можешь ты готовиться там в десяти раундов в бою, но если ты никогда не дрался в десять раундов, ты по-любому это не осилишь. И вот долгожданная победа. Цель стать чемпионом мира достигнута. Я так стремился, чтобы у меня какой-то поезд был дома, чтобы я домой какой-нибудь привез поезд. И многие менеджеры, с кем я работал, они мне говорили, потерпи, зачем тебе это какой-то левый поезд, который никто не знает. Там выиграть его. Ты его выиграешь, но только от него не будет. Лучше добейся вот такого рейтингового поезда, который будет значимый поезд. Вот, например, в АНФС на сегодняшний день это лучшая организация. И вот я цель поставил, я как подписал контракт, цель поставил выиграть его. И вот сегодня он у меня дома, поезд. В маленьком зале города Кизляра под руководством заслуженного тренера России Ибрагима Хидирова тренируются и становятся чемпионами мира такие парни, как Аллахверди Рамазанов. Функционал повлиял действительно на него. Хотелось бы, конечно, он достойно выиграл этот бой, но бои, когда проходят перчатки, это очень трудно бойца уронить, иногда он нокаут сделать. Иногда он уже одним будет. Да, да, да. Тем более с такой рукой, травмируем рукой. Ну, я знал, что он будет держать этот бой, как бы ему плохо не стало, как бы не уставал. Он до конца, да, до конца он выдержит бой, он даже если упадет, он встанет, потому что он шел к этому, он хотел. А тот боец, который хочет выиграть, действительно стремится к этому, он в любом случае, в любом случае он это выиграет. После чемпионского боя обязательный отдых, затем очередная цель – объединить чемпионские пояса в тайском боксе и кикбоксинге. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. В следующий раз мы подведем итоги года на телеканале ННТ. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова